Ну, видите, тут было две плоскости перемен с самого начала. И между ними были серьезные противоречия. Это были перемены экономические, которые предполагали серьезные шаги по переходу к рыночной экономике. Освобождение цен, свободные связи, открытая страна, свободная торговля, затем приватизация. И все это вы делали, это как бы было достаточно, чтобы заложить основы, из которых могла бы потом развиваться эта рыночная экономика. А с другой стороны, это демократическое устройство. Значит, нужно было придавать силу демократическим институтам, приучать к ним. И, в общем, население, которое привыкло жить в обстановке, так сказать, господства и подчинения, в обстановке такой постоянной иерархии, ну, оно, так сказать, к этому должно было приучаться довольно долго. Плюс к тому, что это все время требовало усилий мозговых, чисто мозговых, а с другой стороны. И положение в стране было не столь хорошим. Но если вы одновременно строили парламент, и в этом парламенте выступали люди свободно и требовали таких действий, таких действий и прочее, то поневоле возникало противоречие между тем, как развиваются рыночные реформы и тем, как это воспринимает народ, как меняется настроение и как используются демократические силы, демократические права, в том числе для того, чтобы завершить рыночные реформы или остановить. Поскольку простой народ в этих реформах и в либерализации цен, или там открытие экономики, открытие границ страны мало что понимал, значит, нужно было придерживать эти демократические перемены. Ну, а поскольку демократия, она предполагает и наличие борющихся сторон, то надо было в какой-то момент выбирать. Этот выбор произошел в 93-м году. Известна позиция Ельцина, известна стрельба по Белому дому, так сказать, аресты, пускай без крутых приговоров и так далее, но факт остается фактом, что все это было, значит, в результате. А потом все-таки были какие-то шаги в развитии демократии, которые явно пошли не в ту сторону, на которую рассчитывали ближайшие, ближайшие друзья Ельцина, они пришли к тому, что на выборах в декабре 23-го года самое большое число голосов набрал Жириновский, 22,9%. На Гайдара приходилось примерно половина от этой величины, это по партийным спискам. Были еще одномандатники, там они несколько исправляли положение. Но ясно было, что вот взять так стрельбой по парламенту, выиграть сражение, выиграть настроение людей, это не совсем то. С другой стороны, проявлялась и, я бы сказал, такая консервативность народная, но с другой стороны, проявлялась и его решимость противостоять тем людям, которые сегодня претендуют на власть. Ну вот вы и получили выборы 93-го года, это победа Жириновского, 95-й год. Это на парламентских выборах значительной степени победа коммунистов, Зюганова, это там, по-моему, больше, чем 32-33% голосов. У демократов почти ничего, но рейтинг самого Ельцина, где-то 2-3%. У ближайших его сторонников, тех, кто стоял в охране, у них пришла мысль о том, что не надо ловить ворон, надо что-то решительное предпринять. И тогда появилась идея, что нужно осуществить государственный переворот. Я не знаю, помните ее или нет, но там был один день, когда дверь в парламенте, вот, в этом Государственной Думе оказалась закрытой. Пришли депутаты, им начали объяснить, что там какой-то ремонт и чего. На самом деле это была как бы подготовка или уже начало государственного переворота. Вот это, понимаете, драматизм всей этой ситуации. Вот я сам про себя думаю, что вот у меня подвезло счастье. Я наблюдал эту всю картину. Я в чем-то принимал участие и мог похвастаться, что то, что я считал важным, и сделал. Потом я не очень участвовал. Я в заговоре не участвовал. И в борьбе за то, чтобы отстранить Коржакова и дать возможность союзу реформаторов и олигархов продолжить ее, значит, это тоже была, так сказать, очень интересная позиция наблюдателя, над которой имеет смысл подумать, что же будет дальше. Ну, как вы знаете, чтобы дальше было все очень хорошо. Дельцин победил. Все были довольны. Он сказал, что нужно поддерживать этот союз и так далее и тому подобное. Чубайс был посажен на пост главы администрации президента. Навыков еще не было, кто тут есть главный. Он старался не вмешиваться в дела правительства. А в правительстве было все довольно неважно. Я в это время был министром в экономике. Я чувствовал, что мы что-то важное для утверждения реформы, для того, чтобы развивать то, ради чего мы боролись, не делаем. Почва уходила из-под ног. Ясно было, что вот дальше, вот чем дальше борьба, это перетягивание каната продолжается, тем больше шансов, что никаких позитивных сдвигов дальше не будет. В общем, вам эта картина дальше хорошо известна. Кончилось тем, что новое правительство было отправлено в отставку после событий августа. августа уже 98-го года. Это не Пуча, это 17-е августа, когда был дефолт. Вот. Ну, тогда решили крутыми мерами приостановить это дело. Там правительство реформатора отправили в отставку. Позвали в качестве премьера Примакова. Я должен сказать, что Евгений Максимович показал себя с лучшей стороны вместе со своими коллегами, которые хотя и пользовались в парламенте поддержкой КПРФ и так далее, а заместителем главы правительства первым был господин Маслюко. Ну, тем не менее, никаких глупостей они не наделали. Они не допустили высокого роста инфляции. Инфляция в этом бурном в 98-м году остановилась на увеличении 84%. И в последующие годы стала спускаться. То есть, я бы сказал, правительство Примакова себя оправдало. Но если оно себя оправдало, то дальше опять начиналась эта возня политическая. Ну, я знал, кто чем кончится, и, как я понимаю, Борис Николаевичу объяснили, что все-таки Евгений Максимович чужой человек, и если он будет править, то мы не придем туда, куда нам хотелось. Ну, его отправили в отставку. Искали долго. Ну, нашли. Наконец, Владимир Владимирович Путин получил наследство. Сказать, что я бы мог гарантировать движение только в одну сторону, в либерализацию, я не веду. То есть, сейчас у меня уже ясно, что те события, которые мне были бы снова интересны, а это, вот, оно, такие, я бы сказал, чувствительные демократические изменения, которые действительно могли бы повлиять на характер народа. В том смысле, он понял бы, что он сам может что-то предлагать, и это будет приниматься во внимание. А для этого он должен работать сначала, получить доступ не к федеральным решениям, а к решениям у себя в городе, к решениям у себя в районе, потом в регионе и так далее, в области. Сколько бы нас не пугали тем, что вот империя и так далее. Ну, вы же понимаете, как только начинается движение к империи, хотя народ вроде доволен, мы снова великая держава и так далее, и тому подобное. Но далеко уйти не удается. И нам придется строить новую Россию, как независимое национальное государство. Такое, как все другие вокруг нас государства. Сейчас империи, считайте, нет. Но вы помните, вот когда вы такие события, как Октябрьская революция, могли бы произойти второй раз? Нет, я не могу. Кроме того, я обращаю ваше внимание, что этот народ привык ходить в магазины и покупать свободно товары. Теперь волнение другое, что быстро растут цены. Значит, надо толкать зарплату, и вот эта возня тоже будет происходить. И поэтому вот одна из этих забот – это будет установление такого более-менее спокойного порядка. И сейчас это те перемены, которые произошли, вот в рыночной экономике, они необратимы. Это все. Но дальше вот это движение в сторону демократии или в сторону зажима на закручивание гаек, если я никогда гарантии не могу, я только знаю, что вот закручивание гаек, улучшения в сооружении не будет. Не будет улучшения в продажах продовольствия, не будет нормальных цен, цена все равно будет перед вперед. Значит, вы не будете видеть тех перемен, которые видели в тучные годы, когда росли цены на нефть и все такое. Сейчас ситуация отличается, предположим, от 1991 года. Еще в том отношении, что вот этот средний класс, который образовался, у него есть деньги. Он не хочет их вкладывать. Он не верит этому государству, он не верит правительству. Он хочет каких-то убедительных перемен. убедительных, не просто какой-то декларации, которая там может прозвучать. Ему нужны убедительные такие шаги. Как ни странно, это, как говорится, в огороде Бузина, в Киеве дядька, но тем не менее, самые острые шаги, которые нам предстоит сделать для того, чтобы мы могли начать двигаться вперед. Это две вещи. Первое – это верховенство права. Это чтобы люди были убеждены, прежде всего предпринимателям, но также и другие люди, что закон выше, чем указание любого начальства, чего сейчас пока у нас нет. Во-вторых, для того, чтобы эти законы их не портили, они бы соблюдались или они бы улучшались в определенном направлении для этого, нужна простая вещь – политическая конкуренция. То есть какие-то партии, которые бы сражались, упрекали бы ту партию, которая у власти за то, что она какие-то операции провела, которые выгодны для нее, а для народа нужно то-то и тот. Значит, вот это вот… Это политическая конкуренция, политическая жизнь, постепенный процесс, который мы могли бы, если бы это было можно полностью воспроизвести, видеть в XIX веке в Великобритании, во Франции, в Соединенных Штатах Америки. Там постоянно была грызня. Надо брать голову в руки и стараться сделать подобное у нас. Лидийские европейцы станут ехать не в Америку, а в России. У нас всего четыре сценария. Из них два плохих, и они так вот назвали первый сценарий – это инерция. инерционный, он просто продолжает то, что было раньше, там иногда с какими-то небольшими изменениями, но не в позитивную сторону, а в сторону улучшения позиции правящих верхов. Второй вариант, тоже близкий к этому, но только более решительный. Вот мы называем его мобилизационным вариантом или закручиванием гаек. Значит, здесь вы видите, предположим, что мало, скажем, начать кампанию на Украине за то, чтобы там возбудить Донбасс, поднять его против другой, остальной Украины. Ну, прийти, в конце концов, в заключение, что это не получается, но Крым захватить и, в общем, его не отдавать. Какие-то еще такие шаги, обратите внимание, они не только наблюдаются на Украине, но они также имеют место и в России, потому что облик телевидения существенно изменился. Вся обстановка в стране стала гораздо более жесткой. Вот это произошло закручивание гаек. Другой вариант есть, то есть третий уже вариант. Мы представили себе, что события зимы, зимы 12-го года, после выборов, разворачиваются в такую сторону, что решительный бросок и радикальная часть либерально-демократического лагеря захватывает власть, устанавливает контроль в парламенте или еще что-то и начинает создавать, реализовывать мечты. Значит, все быстро, значит, проведение дополнительных демократических реформ, там какие-то чистки, иллюстрации и так далее. Значит, проходит какое-то время, быстро вы изменить. Изменить ситуацию к худшему можно сравнительно легко. А сделать так, чтобы она была продуктивной, и чтобы люди видели, ага, дело улучшается, это довольно много нужно времени. Я лучше приведу пример, когда вопреки требованиям оккупантов Людвиг Эрхард, вице-канцлер западной Германии, по-моему, в 1948 году взял и либерализовал цены. Ну, все были ужасно недовольны, цены бросились вверх, американцы против... ну, где шли против, они были недовольны, что их не послушали, англичане тоже, и так далее, и тому подобное. Страна была в ужасном беспокойстве. Мы еще раз проиграли войну, и так далее. Прошло пять лет, и все поняли, что жить стало лучше, жить стало веселее. У нас так быстро не получится. Ну, короче, вы берете вот у себя, стараетесь сделать такими неожиданными шагами, установить право, верховенство права, чтобы суды были независимые, чтобы еще были какие-то вещи, которые трындят все время демократы и так далее. А что на завтра? Они же прям сразу не начнут работать. Люди сидят на своих рабочих местах в суде, или в следственном комитете, или еще где. И они, ну, уже руки набиты, и так далее, они делают то, что они привыкли. Им говорят, там закон по-другому, и так далее. Ну, когда придут, скажут, мы что-то сделаем. То есть, несколько энтузиастов, которые будут делать и подавать пример. В конце концов, кто-то подхватит, и так далее. Ну, короче, это требуется время. Вот поэтому вот такой интервенции там не получится. А вот постепенное развитие, когда мы каждый раз стараемся добиться какого-то поворота, рано или поздно какие-то сдвиги происходят, вот на этом мы можем рассчитывать, и я... Вот это и есть постепенное развитие. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова